Пока в российских школах отмечают начало учебного года торжественными линейками, ученики остальных стран БРИКС грызут гранит науки. Причем уже довольно давно. Например, в индийской школе учиться начали еще с середины июля. И сейчас занятия в самом разгаре, а первое сентября для них обыкновенный учебный день. Давайте посмотрим, только тихо. Ведь дисциплину здесь поддерживают по индийским канонам, что серьезно отличается от российского образования. В стенах учебного заведения запрещены мобильные телефоны. Ученики носят обязательную форму и каждый день выступают перед всей школой с докладом. Они рассказывают историю текущих праздников, последние новости и произносят текст, напоминающий присягу. Я должен уважать моих родителей, учителей, одноклассников и всех старших. С такой встречи начинается каждое утро индийских школьников. Всего их около 350 человек из Индии, Азии и некоторых африканских стран. Ребята выстраиваются в колонны от первоклашек до старшеклассников. Самым младшим здесь 5 лет. Именно в этом возрасте индийские дети знакомятся со школой. Вместе со всеми читают молитву и поют государственный гимн. Гимн закончен, а значит можно расходиться. За каждым классом здесь закреплен свой кабинет. Вот азы ботаники постигают второклассники. Они изучают растения. А сейчас травы. М, я, т, а. Соберу сейчас только 7, но он уже говорит на нескольких языках. Я изучаю френч, инглиш. Я изучаю французский, английский, хинди. Я уже много слов знаю по-французски. В понедельник мы повторяем слова по-английски. Во вторник на хинди. В среду говорим то же самое на русском. В четверг по-французски. А в пятницу снова возвращаемся к английскому. И это не гимназия с углубленным изучением иностранных языков, а обыкновенная традиционная индийская школа. И в этом ее принципиальное отличие от русской. В русской школе дети будут говорить только на русском. Но если они захотят продолжить их обучение за границей, поехать в США, Канаду или в Великобританию, это будет сделать довольно сложно. Поэтому наши дети говорят на английском так же свободно, как на хинди. Ведь английский – это международный язык. Если ты владеешь им, ты можешь свободно себя чувствовать в любой стране мира. Алена переехала в Россию совсем недавно, два года назад. Поэтому первые три класса училась на родине в школе для девочек. В школе для девочек было больше возможностей для участия во внеклассных мероприятиях. Здесь же какие-то ребята активные, какие-то не очень. Но я все равно очень люблю школу, потому что дома мне скучно, я не так много гуляю. А здесь у нас много занятий, мы много играем. Даже есть отдельный предмет – игры, чего не скажешь, например, о русской школе. Первоклашек предупреждают сразу – праздник и серьезный, и веселый. Ведь после первого звонка будет уже не до кукол и роботов. Ну а первого сентября можно от души порадоваться. Белые банты, красивая школьная форма и море цветов. Это традиционная торжественная линейка в русской школе. Лично для меня каждый четвертый день знания, он очень значим. Потому что каждый четвертый год я беру новых детей, новый первый класс. И каждый год, вот сколько там уже я работаю, очень много лет, но все равно каждый первый сентября для меня волнительный, потому что я не знаю, какие придут дети, какие придут родители. Например, в этом году под крыло Натальи Астаховой попал семилетний хунцхинь или Дим Ада. Мне нравится в школе, потому что там знания больше. Дим родился в Москве. Первые шаги делал в Китае, а к школе снова вернулся на родину. Впрочем, и в Поднебесной у первоклассника день знаний бы состоялся. Ведь китайские школьники начинают учебный год так же, как и российские. Первого сентября. Все там спортом занимаются, что-то за открытие. Типа шкура открывает, что там бегает, еще что там за развитие, за организм. Просто так очень занимаются. Тоже есть и такой фестиваль, но чуть-чуть отречения. Отличается и академическая нагрузка. По словам жителей Поднебесной, в их школах существует только одна смена. На вторую просто светового дня не хватит. Ведь учиться в среднем дети заканчивают около шести. Восемь уроков плюс полтора часа на обед. В отличие от российской школы, где ученики обедают на большой перемене за 15-20 минут. А учатся в Китае так же, как в Индии, 12 лет. В России в стенах любимого класса дети проводят на год меньше, а отдыхают больше втрое. Но школьникам этого все равно недостаточно. Мне вот здесь нравится, но не очень. В саду, конечно, было лучше, интереснее. Почему? Потому что там, может быть, хоть поспать. А здесь? Там погулять можно, сколько хочешь. А теперь придется сидеть за партой. Не погуляешь и в ЮАР, и в Бразилии. В отличие от России, в Южной Америке учебный год начинается в феврале, а заканчивается в декабре. Отдыхают бразильские школьники два месяца. Они не получают оценок. Система поощрения очень схожа с российскими университетами. За задания школьникам начисляют баллы. Впрочем, в солнечной стране нет так называемого культа отличника. И за высокими отметками никто не гонится. Отличается от русской школы и образования ЮАР. Хотя бы тем, что там не отмечают день знаний. А занятия начинаются в январе и длятся до ноября. Зато учебный год, подобно России, разделен на четверти, после каждой из которых идут каникулы. Но какой бы ни была система образования в каждой школе. Учат книжки добрые любить и воспитанными быть. Просто уровень этого образования в каждой стране принят свой.